Всем привет, ребят! Сегодня у нас погодка, конечно, испортилась в Архангельске Всё, лето больше не будет Дожди ещё неделя, но там уже осень не за горами Сегодня я хочу поговорить именно о работе в такси Рассказать о своём опыте и дать какие-то рекомендации, кто всё-таки решит попробовать себя в этой сфере деятельности Первый мой совет, самый главный, если есть возможность, не работайте в такси У меня это в основном дополнительный доход и дело привычки Честно, иногда очень хочется, когда долго, допустим, в море Хочется поработать, просто поездить, повозить людей Достаточно интересная в чём-то работа Всё-таки это работа с людьми Естественно, подводных камней здесь хватает своих Самое основное, это, конечно же, неадекватные пассажиры, которых нужно избегать Как избегать? Это уже должен каждый сам определить, как это сделать Визуально, в первую очередь, человек, который где-то на расстоянии, на подходе уже к машине Вы можете увидеть, если он шатается, если он что-то там выкрикивает Херово, когда ещё в вашу сторону человек кричит, соответственно, сразу отменяете заказ, уезжаете Вот, первый момент, который нужно, да, учитывать Второе, что ещё посоветую, самое главное, когда в машине Я думаю, все опытные таксисты меня поймут Почему у нас ремень пристёгнут всегда сзади, да То есть он, как бы, чтобы не сигнал не шёл в машине Вот, соответственно, для того, чтобы было время у тебя Если что-то срочное, да Когда вам тыщут там ножом Со стороны спины, да, в основном заднего сидения Это всё происходит ни в коем случае не из переднего пассажирского Все нападения чаще всего заднего сидения Соответственно, у вас есть только пару секунд, чтобы вовремя, очень быстро открыть дверь и просто выпрыгнуть Можно даже быть на ходу Был случай, да, когда баба села с мужиком, короче Вот, а сзади другой сидел с кирпичом Кстати, на видео записал таксист И он начал ему бомбить, короче, с правой стороны, получается, висок Ну, по голове вообще пытаясь вырубить Ничего у него не получилось Прямо на ходу Ну, не знаю, скорость какая была Таксист там, как мог, уворачивался, оттормаживался в этот момент Уворачивался от ударов Но все удары почти пришли ему в голову Но он не отключился и как бы успел выпрыгнуть из машины Соответственно, этих товарищей задержали Ну, как сильно наказали, не знаю Вот, факт в том, что вот такой случай, да Чаще всего, конечно, с ножами нападает Это уже, конечно, сложно от этого уйти У меня случаев с ножами не было, но были два случая именно с пистолетами Первый раз там был травмат Второй раз был именно боевой Там то ли Макаров, я не знаю, не спрашивал Вот, обоих этих пассажиров я подвез до местного назначения Вышли, они еще даже расплатились Вот, первый просто пытался, как бы, меня запугать Махал, что-то там, я бы рассказывал Ну, это было давненько, наверное, лет так, 7 назад Вот, соответственно, у меня была реакция Я был очень злой Я-то понимал Он был не один еще, были с ним пару девчонок Вот, меня это так взбесило вообще конкретно Я у него, я ему сказал Давай, дай мне пистолет Просто дай мне пистолет Я тебе покажу Тоже Подержу у тебя уиска Как тебе будет, приятно или нет Соответственно, он Через минуту вот пистолет убрал И что-то там углевал всю дорогу Ну, вот, такие пассажиры бывают Вот, второй приехал с деревни на разборки тоже Кинул на панель, погнали все Сейчас будет там, не знаю, война, короче С бандитами Ну, вот, разборки, короче, тоже Я говорю, ну, нет, а что, я говорю, адрес, говори Поехали на Варайю на Факториях Узнаем этот район Ну, я не удивился, что мы туда едем Вот Тоже удоверился, все нормально Ну, вот, такие самые запоминающиеся были За мой опыт Я с 2009 года так периодами работаю Вот Вот Поэтому, вот, всякое бывает Поэтому нужно обязательно Вот Быть готовым, конечно, вот к этим случаям Сейчас в основном все сидятся сзади, да Вот Это, как мне очень приятно Даже девчонки бывают сидятся Там, знаешь, сидит там всю дорогу молчит Тоже, как мне неприятно Тоже не знаешь, чего ожидать Могут тебя пристрелить Могут тебя залезать, как-нибудь Но, стараешься об этом не думать Но, тем не менее, все равно ты В любом случае должен готов быть всегда В каждой поездке ты должен быть На стендбай Так скажем Поэтому, вот такие моменты И тогда все будет хорошо у вас Успеете избежать Возможно Я, конечно, про себя не говорю Я в таком прям экстремальном случае не был Бывало, да, то, что там Чуть до драки не доходило Но все это решалось Нужно быть немного психологом И с каждым человеком пытаться найти общий язык Потому что, если общий язык не найдешь То, соответственно, на ровном месте будут проблемы Соответственно, вот так вот Разговаривать спокойно Если это требует обстоятельства Ну, я чаще всего так Но, если человек неадекватный Как он разговаривает На таком языке я с ним Ну, это может быть, конечно, неправильно Ну, у меня вот такой характер Я не могу, знаете Когда мне что-то там кричат Пытаются там Как-то напугать, еще что-то Соответственно, я начинаю слиться Таких Такого тоже люди Ну, реакции такой не ожидают И поэтому они успокаиваются Чаще всего так Это уже проверено не один раз мной Лично В этой работе Ни в коем случае Если у вас есть страх То, соответственно В эту деятельность лучше даже не ссуваться Потому что Долго вы не проработаете Соответственно, страх Нервы Зачем вам надо Идите Лучше работайте куда-нибудь За те же деньги Там Устройтесь куда-нибудь В охрану Или еще куда-нибудь Вот Поэтому Вот Самое основное Я вам вот это рассказал Если решили То попробуйте Конечно В Яндекс.Такси Более спокойно Я вот Честно сравниваю С другими Такси Да С тем же Люксом Снежок Который у нас в Архангельске Русское такси Вот То есть В Яндексе Много есть молодежи То есть Молодежь достаточно Воспитанная Вот Да и вообще Больше трезвых людей Потому что Все-таки Приложением пользуются Люди Адекватные Потому что Пьяный в дрова Ты даже Приложение не сможешь Зайти И там Нажимаешь Вот Обычно Либо им вызывают Этим пьяным Там Родственники Ну это тоже Там звонят вам Говоришь Ладно Хорошо Довезу его Человек в дрова Садится Ты его ведешь Его встречают Ну как бы Это Такие клиенты нормальные Вот То есть Если по звонку Да Раньше еще как делал Сейчас Ну реже звоню Конечно Но ночью в основном То есть Еще не доехал Уже звонишь То есть Отвечает трезвый голос Адекватный Нормальный человек Разговаривает Соответственно Ты уже Представление имеешь Кто выйдет Вот Такой момент И Также машину Глушить не надо Соответственно Где-то Особенно На окраинах Да Тоже Если что Надо будет вам Уезжать Очень быстро Тоже Всякое бывает Вот В случае Также Когда люди Запрыгивают в машину Начинают Говорить Погнали Чувак Все Короче Бля По-любому Не повезешь Короче Мы тебя убьем Такое тоже было Вот Ну В этой ситуации Конечно Каждый по-разному Поступает Но я Как бы В данном случае Я Повез Я говорю Ну давай Ладно Поехали Я говорю Деньги вперед И они 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 Мне говорят Что мы тебя Ну как я сказал Да Убьем Но тем не менее Дали 300 рублей Мы Доехали И все Люди вышли В общем Ну Пьяный Пьяный базар Там Знаешь Ну и то Один успокаивает Другой говорит Поэтому Это как бы Тоже нужно Внимание Обращать Тем более Среднего дня В центре города Редко Такое Произойдет Поэтому Я тоже эту обстановку Уже Вижу Наперед Как оно все будет Вот Ну и все Пожалуй На сегодня Да Хорошей работы Дождь У нас За окном Все так же Барабанит Еще 2 часа И спать Все Всем пока Скоро в море Через 5 дней Начнется Нужный контент Для моряков Так что Ждите Все Пока Продолжение следует